Мне кажется, это первое видео в истории, когда я не знаю, чем оно закончится и как оно пройдет. Камера? Что это значит? Сладкий горошек. Попытка номер 128. Ну что, Евочка, мы будем с тобой сейчас наносить макияж? Ты не очень рада этому уже, мне кажется. Сегодня, как вы поняли по названию видео, у меня челлендж, который я сама себе устраиваю и устроила. Называется он «Нанести макияж с годовалым ребенком», потому что, как вы можете догадаться, это не всегда. Просто смотри, какая у меня повязочка. Хочешь, я тебе такую же надену, только зайку. Ай, ты мой сладкий! Не снимай, ну не снимай, на секунду. Нет, повязки на Еве не держатся дольше секунды, мне кажется, никогда. Все, чао-какао. Три, два, один. Вы бы знали, насколько непривычно, что мой напарник по видео немного меньше, чем я. Окей, я не буду терять время и приступлю к самому важному. Сегодня я буду наносить ежедневный макияж, но с акцентом на губы. Губы у меня будут красные, что утяжелит, мне кажется, всю ситуацию, потому что, когда малыш отвлекает красные губы, ровно нарисовать достаточно тяжело. У нас будут вот такие сегодня музыкальные сопровождения. И первый лайфхак, который я подготовила для вас, и, собственно, который я использую сама, подготовить вот такую же косметичку с косметикой, которую будете использовать вы только для ребенка. Чтобы он мог чем-то заниматься, потому что ему будет хотеться все то же, что у вас. И чтобы вы могли сразу же дать какую-то доступную замену, какие-нибудь разрешенные кисточки, например. Окей, пока Ева сидит, я буду наносить базу под макияж. У Евы тем временем на голове появилась повязочка. Ненадолго, да? Ну, снимай, снимай, если не нравится. Снимай. А мама наносит себе базу, видишь, пока. Ева, это нужно для того, чтобы тональник не закупорил поры, и чтобы дальнейшее покрытие продержалось лучше. У тебя тоже есть зеркало, смотри. Ты можешь в зеркало смотреться. А следующим этапом я наношу CC Red Correct от Airborian. Да, посмотри, пожалуйста, Евочка, но отдай мне обратно. Ну, ладно, у меня такое же зеркало, как у тебя. Все, серьезно, как бы. Наношу тебе такое же, да, надо? Хорошо, ладно, я без зеркала нанесу, в принципе, и так несложно. CC крем этот с зеленым подтоном, а значит, он убирает различные покраснения, и на каждый день прям самое то, да. Вот вроде незаметное покрытие на самом деле, но уже кожа стала чуть ровнее. У Евы, между прочим, есть своя косметичка Beauty Bomb. Отсюда я и достаю тот, чем ей можно пользоваться и чем можно ее отвлечь. Например, кисточка в данном случае. А я тем временем нанесу расцепчатую пудру. Зайка, это моя кисточка, вот у тебя своя есть. Ну, ладно. У меня есть еще для тебя, Ева. Маленькая есть такая же, маленькая. Видишь, у меня большая, а у тебя маленькая. Ну, в рот не очень вкусно, можешь просто подержать, можно тебя так тынь-тынь-тынь. А это моя кисточка, она уже запачкалась, Ева. Окей, у нас есть такая вот прекрасная косметичка с фруктами. Ева, что это? Клубничка, банан, перчик. Неплохо, неплохо, на самом деле мы двигаемся. Дальше я наношу скульптор. Вот такой скульптор, Ева, посмотри, посмотри. Только не выбрасывай, ладно, он иначе разобьется. Наношу его, наношу его на скул, а тебе именно кисточка, да, нужна моя? Ну, ладно, держи, держи, держи. Давай меня поделай, давай поделай. Да ты умница. Ева, а здесь? А здесь? А здесь? Больно, Ева. Мама хорошая. Это я так объясняю, что нельзя резко делать. Я вот так глажу себя в ответ. Говорю, мама хорошая, Ева. Нанеси маме сюда. Вот, молодец, спасибо. Румяна, конечно же, куда без них. Я наношу его, на самом деле, кисточкой не очень подходящей для... Ну, давай, сама нанеси мне, сама нанеси. Нанеси мне вот сюда, вот сюда. Ничего, у меня есть еще кисточка. Наношу на яблочки щек. И еще один лайфхак, который я для себя открыла. Всегда быть на уровне с ребенком, когда наносишь макияж. То есть, если, например, у вас туалетный столик высокий, и вы пытаетесь нанести у вас все на поверхности, то ребенок, который ходит по полу, ему, конечно, будет интересно, что у вас там. И будет проситься на руки. Поэтому я всегда делаю на одном уровне с Ева, чтобы она все видела, ей как бы было доступно. И, может быть, даже самой станет неинтересно, она уйдет к своим игрушкам. Потому что, если я начинаю делать около туалетного столика, то все, меня дергают за ноги. Внимание, пожалуйста, и в итоге ничего не получится. Идем дальше. И я оформляю свои брови с помощью карандашика от Ифраше. Так, все, интерес пропал ко всему, по-моему. Как тигра говорит. И классно, если все эти игрушки, которые вы будете давать, они будут новыми. Ну, не новыми в смысле, а, например, забытыми, старыми. Но теми, которыми он каждый день не играет, чтобы был интерес. Это такой же лайфхак, собственно, как и для коляски. Если ребенок в коляске не сидит, то для коляски нужно оставлять те игрушки, которые ребенок не каждый день видит, чтобы заинтересовать и как бы подкупить, так сказать, его внимание. Еще у нас есть Ева лягушка. Как лягушка говорит? Ква-ква. Мяу. А где у нас киса? У нас тоже где-то киса должно быть, да? Есть такая офигенная перчатка. Здесь есть и зеркало, и хрустяшка, и три какие-то персонажа. Ребенок любит, когда особенно маленький, и все такое вот хрустящее маленькое трогать, да? Сейчас мне очень нравится, я смотрю. Вы бы видели, что у нас творится сейчас на полу. Ну, вообще-то я уже докрашиваю вторую бровь. А сейчас смотрите на реакцию. Песенка детства. Детство, ребенку год. Пока музычка играет и меня спасает, я наношу гель для бровей. Гель у меня от Artvisage. Очень хорошо закрепляет брови. У меня сегодня такая потрясающая палетка теней. Blood Sugar. Я наношу такой базовый, телесный, но в то же время розоватый, немножко оттенок. Наношу я пальцем, потому что я где-то потеряла кисточку. Ай болит. Обожала в детстве книжку Ай болит. На подвижное веко я в качестве акцента нанесу золотистые блестки, и у нас получится в итоге такой эффект розового золота, потому что подложка у нас розовая, а блестки золотые. Сейчас, когда я все растушую, получится очень красиво. Ева, а почему я в повязке сижу, а ты нет? Я тебе даю коробочку из-под туши Vivienne Sabo, а сама наношу как раз-таки тушь на нижние ресницы. Тушь от Vivienne Sabo, собственно. Моя любимая Кабаре Премьер. Кстати, Ева, у нас с тобой не было приветствия. Интересно, Ева поняла, что мы снимаем видео? У нас остался последний штрих, и это красная помада. Знаете, какая она у меня сегодня? Красная помада, он Dior. Для этого я Еве, наверное, дам новую лягушку, нового зайку и новую для зубов штучка. Но, конечно, ей уже она не очень кто. Нет, я думала, что ты уже не будешь ей интересоваться. Вы мне постоянно говорите, что я редко наношу красную помаду, и несправедливо редко. Поэтому я исправляюсь, и в этом видео решила шикануть. Как только я наношу красную помаду, мне сразу кажется, что я какая-то очень взрослая, очень деловая. Ну, я не скажу, что мне не нравится ее эффект, но он просто такой прямо особенный. Я не могу его сделать на каждый день. Ева! Да ты мой сладкий! В общем, красотки, я думаю и надеюсь, что мы справились. У меня, в принципе, все более или менее ровненько. И вот на такой прекрасной ноте мы, наверное, будем завершать. Ди-би-ди-би-ди. Ди-би-ди-би-ди. И пока-пока. Все? Заканчиваем, заканчиваем, Ева. Закончили, точнее, уже. Ты умничка моя. Твой дебют. Я поздравляю тебя. Выходим? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Пойдем.